всем привет в общем сегодня немножко затрону тему пластика насчет электротранспорта вот у меня их очень много штук было и вот вы не поверите несмотря на то что тут пластик почти пять миллиметров наверно пятерка пластик здесь самые ненадежные хрупкие именно у этой модели а почему потому что это самая дешевая модель я могу сделать кучу предположений из-за чего это происходит но мне кажется просто качество пластика само по себе такое низкая короче суть такая что вот здесь вот вот это все оторвалось просто при хранении зимой то есть от мороза лак отлетел уже здесь везде вместе с краской от пластика то есть плохая адгезия то есть пластика низкая очень качество этого мотоцикла ну или мопеда или скутера в общем как я делаю ролик достаточно популярны я сейчас объясню если у нас пластик свежий с вами вот первая деталь то мы используем вот почему я возмущался тогда что ацетон перестали продавать но сейчас как говорится кто хочет тот найдет а поначалу некоторые магазины прям жестко нет вот здесь вот оторвало вот здесь вот где-то части нету она раз той стороны короче ужас ужас главное найти этот пластик иначе придется мне полностью как-то восстанавливать детали но это принципе для меня не проблема короче в крышечку крышечку рабочую поверхность мы замываем я вот пальцем делаю никому не рекомендую просто сама технология обрабатываем ацетоном место куда у нас будет прилегать со всех сторон прям если получится у вас емкость но я показывал уже ролик где я прям бутылку брала и в бутылке прям это короче надо чтобы пошла химическая реакция пластик начал растворяться но если кто не в курсе ацетоном он растворяется я сейчас объясню технологию и потом вот так вот при жестко привязываем это все дело придавливаем и у нас в итоге начинает химически склеиваться потом ацетон выветривается пластик начинает принимать свою жесткую форму и таким образом у нас происходит химическая склейка я назвал это химическая склейка пластика суть заключается в чем так это уже явно с другой части какой-то так у нас здесь еще уголок должен быть треугольный сейчас я объясню короче ситуация какая так как пластик у нас получается стал хрупким со временем у нас с вами должна быть после этой процедуры еще одна это напаять сеточку без сеточки к сожалению с обратной стороны надо узел снимать к сожалению надежно сделать у вас не получится я пробовал всякое и вот вы видите уже закончился эксперимент который длился три года но так как у меня времени не было я в принципе сильно не заморачивался вот здесь химическая реакция еще не прошла немножко подождать пока пластик начнет плавится и после чего мы уже должны с вами загрунтовать после того как мы его так вот склеили на это уходит сутки лучше двое что пароцетона вообще максимально выпарились далее мы с вами должны нанести сеточку она просто вплавляется в пластик если при желании у вас сделать идеальную поверхность есть можете точно также ацетоном растворить и без пластик это bs и таким образом после того как вы соответственно за подготовили поверхность впаяли сетку следующий этап непосредственно грунтовка и покраска то есть вот надолго вот просто так склейки к сожалению не хватает везде кроме мотоцикла черного который хранится дома если у нас ультрафиолет разрушает вот так вот пластик даже через краску мы просто краска плохая вот здесь заводская оригинальная здесь уже это века белая здесь века белая но здесь я вот этим клювом открываю калитку поэтому клюв тут постоянно в таком плачевном состоянии но он не усиленный а усилить его нужно после того как мы вклеили берем какую-нибудь палочку кисточку это не тот не то пальто короче и палочкой надо вот эти вот щелки загнать тоже туда что попал ацетон вот такими вот круговыми движениями а если пластик хорошем качестве ну то есть не хрупкие принципе иногда достаточно химически вот так вот склеить но в большинстве случаев лучше все равно защитить сеточку напаять с той стороны я впаиваю 100 ватт нам паяльником но не полностью его разогреваю и кстати вот этот кусочек он целый только вот эти вот вывалились три штучки зачем я делаю это не снимаю суть заключается в том что именно форму мне так проще собрать непосредственно то как оно должно выглядеть иначе если я сниму там нарушается плоскость и ну сложнее гораздо это все дело нормально при фиксировать а так она жестче гораздо становится ну заодно вот эти все части которые можно подвезть сначала мы проходимся пропитываем ацетоном после того как химическая реакция пошла с обоих сторон мы уже берем с вами и соприкасаем две поверхности дополнительно еще добавим ацетона а вот здесь уголка нету а вот здесь даже двух нет понятно какой-то из этих что нет снизу явно просто рассыпался придется рисовать ручку брать в все вот представляем пластик тут начинает выпирать кстати здесь тоже уголка нету это все можно подрисовать потом недостающие все равно придется усиливать потому что пластик здесь ни о чем у черного кстати мне проще почему-то обработать сделать поверхность более идеальной а вот у этого прям постоянным какой-то но очень хрупкий но то у меня уже прям полностью пластик растворяется я могу в принципе и поверхность выровнять можно шпатель использовать мелкий как у них но таких я не видел да там вообще прям и крепеж прям весь оторвало весь 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 так ну чё теперь с той стороны надо как-то хотя будут три детальки у нас есть потом я еще поищу может быть найду них которых недостаточно у нас полностью я снял крыло там получается где вторая часть ну вот видите здесь кусмана какого не хватает прям ужас а еще уголка уголок это наверно вот это что да очень похож он надо отверткой снимать прям полностью крыло это капец прямо оторвало прям все все и вся отовсюду ацетон выветривается поэтому по идее емкость закрывайте штука весьма недешевая в последнее время поэтому лучше везде экономить так наверно крылышко ну то есть обратно страны потом сеточку и все это дело фикси капец даже этот пп блин лопнуть вот этот вот отсюда да можно принципе замыть все по-хорошему я не парюсь потому что шов у нас ну то есть мы частично работаем только со швом поэтому идеально прям отмыть можно будет потом потому что все равно детали надо полностью готовить и она долго высыхает и лучше чтобы здесь влаги вообще ни в каком проявлении не было если у нас тем более все сухо но если у вас времени полно вы можете всегда замыть хорошо высушить и только после этого приступить к склейке обработки поверх короче не знаете там камера остановилась продолжаю собирать пазлы я уже предположил что у меня пластик не весь но дорогу осилит идущий поэтому никогда не отчаиваемся просто собираем если что-то случилось весь пластик мешочек и потом уже сидим кайфуем хоп вот у нас уже две детальки так этот не схватился не хватило кисточкой конечно можно на мелкой какой-нибудь мелкая мелкая причем что пацетон на ее не распаял и не скатывался с ней дальше думаем так у нас осталось маленькие кусочки надо еще поискать поискать так вообще уголок вот это вот откуда-то прям уголок так прям вот чё то вот где-то с другого места прям пластик цвет прям знакомый вряд ли вот отсюда как-то вот вот с этого напоминает нет здесь уже схватила это вряд ли крыло какой-нибудь но это точно отсюда причем это конечная капец тут прям куска а это так и должно быть и вот это должно вот здесь вот нет странно с той стороны где-то прикольно ну ладно так это у нас вот так вот где-то так вот так вот так это у нас вот так вот а принципе тут мало останется если вот так вот все зашпилить так капец это точь и желтые так так вот это где-то сверху что мы тут все-таки вот здесь на меди к красота ну вообще по идее частично надо вот так вот скрепить потом связать а потом уже это продолжать их между собой сваривать потому что но могут разойтись поверхности да так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, до сих пор многие не знают, что есть такая штука, называется 3D-ручка, и можно ей дорисовать просто из необходимого пластика, то что не хватает. А все шпаклюют, варят, ну, каждому своё, как говорится. Ну-ка, вот сюда вот, чик-флажок, вот так вот. Спасибо, но нет, да? Что-то... Так, ещё нашёл я деталюшков немножко. Получается, раз, два, три, четыре. Но тут-то должны быть части-то вот отсюда. Вот это похоже... Эх... Нет... Нет... Смотри, что, сверху ни одной нету, что ли? Как так-то? Тут прям лак слазит. Где-то это вообще внизу, снизу выпало. Ай... Чё, отсюда куда-то? Или отсюда. Вот такая штука, большая площадка, это где-то вот здесь должно стоять. Ага. Вот она как раз окей, проще. Чем меньше, тем проще. То есть, чем меньше деталей у вас остается, тем будет проще вам дальше собирать. Ну, первым-наперво я каркас жесткости формирую, чтобы относительно него уже собирать всё остальное. Текс. Текс. Да... по-хорошему паяльником еще сверху прихватить сразу чтобы она пожестче держалась но вот у нас уже гораздо проще остается то видите здесь только в центре кусочки причем я так догадываюсь вот этот вот сюда и все а он по идее вот так куда сначала вверх надо было а потом его вставлять то есть сначала его вставлять а потом вверх что верхний дает здесь значит этот снимаем так ладно все-таки какую-то емкость надо большое возьму ведро значит тут замучился уже так не дождешься просто все плавится сразу ставим причем плавится она вся папа прям она под натягом своим уже здесь зафиксировала так проходим кромочки берем нашу деталь ухо также края обрабатываем и подставляем прямо наш плавится вот так-то быстрее гораздо и все папа папа идеально 1 аж провода пальцев склеивается но с обратной стороны тоже же поплыл так но тут придется чтоб он выветрился подождать немножко тик немножко вот сюда тут хорошо еще ветерок успевает немножко выпариться вот а вот этот кусочек очень похож вот сюда что вот так ставит поэтому я не люблю пазлы собирать у меня есть свои взрослые пазлы чик-чик и он как сюда просто зашел просто и приклеился сразу офигеть это что красота так и осталось три кусочка куда-то вот даже не предполагаю да а не хватает много не знаю почему но вот мне кажется вот это должен здесь вот стоять о точно отлично все таки от вот вот это его место мою мою внешне подставлял вот так вот видите бывает изначально подставлял не подходил все все там еще снизу разошелся отлично вот здесь вот прям большого не хватает но такого у меня нет вот это явно не отсюда но по углу попадает но он не отсюда что-то вот сюда вот наверно куда ведь для сюда он большой попадает но не подходит вот сюда кстати вроде бы нет муж вот сюда нет нет окромашу сунта ты не хочешь сюда но мне кажется где то вот здесь твое место прям очень похоже ну не хочешь так не хочешь в общем вот видите у нас тут дыра куска не хватает вот здесь дыра вот здесь маленькая дырочка а так вот она сейчас химически сплавится мне у нас осталось два кусочечка причем которым я место не найду вот это как будто вот вообще вот с этой стороны должен где то быть где то вот так вот хотя я уже ничему не удивляюсь но он явно не крашеный вот этих вот тоже не найти но это все сделаю самая главная основа вот отсюда вот кусок то он прям был большой кусок вот странно вот кстати уже жесткость сформировалась то есть вообще изначально жесткость он добавляется быстро но обдувается вот внешне и наружные крылья ну поверхности ацетон остается внутри шва то есть чтобы ему оттуда пары ацетона выветрились требуется гораздо больше времени где-то от суток до двое далее уже можем производить манипуляции ну помыть это все аккуратно потому что пластик всякое бывает лишнее давление ему не создавать здесь тушь кусочка нет и короче после этого уже формируем поверхности ну я не знаю покажу наверно может финальный результат или вам прям показывать ну короче кто как хочет напишите в комментариях могу в принципе показать как я формирую и рисую 3d ручкой недостающей части я поэтому сильно не переживаю а вообще нет смысл переживать уже случилось уже произошло самое главное это основа основа и время свободное и никуда не спешить а морду заклеили да с этой стороны вот тоже руля это может я говорю внутреннее где-нибудь вот здесь вот ребро какой-нибудь жесткости тоже выпало о лапочка упала да тут все надо снимать вообще я хотел по идее все это эпоксидкой пройтись но ее понимаете что защищать надо поверхность в общем получается у нас вот так детальки вот здесь вот видите тоже вот лак слазит ну просто отшелушивается даже вот краски уже почти не осталось причем у меня их много разных хенри это тот самый но кстати прикольно сделан по дешману у него везде барабаны и обычное не литье даже представьте а просто штамповки но у меня на всех остальных литье может из-за этого что дешевые вариации но ручка здесь уже не дешевая три раза она дохла это третье уже тоже про ручки надо отдельно ролик снять в общем как то так ничего вот у нас тоже видите лопнула в двух направлениях уголочка нет ну и все пожелтело естественно на улице и хранить без чехла к сожалению я не рекомендую по чехлом они становятся матовыми а на солнце они полностью выгорает и становятся желтыми в общем пластик это бич современный